Презентация, коллеги. У нас следующее выступление Евгений Пахолко, руководитель региональных продаж АСКО Блок Дебак РУС. Евгений вместе с нами продолжит такую достаточно тему непростую, хотя вроде как простую. Столько лет уже развиваем хлебную полку, но как ее дальше развивать? И мы вот как раз так готовили выступление «Теория бутерброда». Знаете, этот момент не могу не отметить. Зачастую у нас очень часто отдельно хлеб, отдельно мясо, отдельно все. Я сейчас вижу, когда мы видим какие-то правильные рядышком находящиеся категории, но не об этом сейчас будет речь. Постараемся комплексно еще раз показать, как нужно развивать хлебную полку. Но именно усиление же Евгения Пахолко, который расскажет все-таки, как же строить теорию бутерброда правильно. Передаю слово. Делись. Добрый день, коллеги. Всех, кого знаю, рад приветствовать. С остальными еще не познакомились. Смотрите, компания Дебак, мы производитель оборудования для выпечки в магазины. Но наша основная цель в России – это реализовать успешный концепт хлебной полки на российском рынке. У нас это хорошо получается на европейском рынке. Мы являемся поставщиками одних из крупнейших сетей дискаунтеров, такие как Lidl, Aldi. С ними у нас давнешнее хорошее сотрудничество. И получается довольно-таки хорошо совместно реализовывать именно тот концепт. На российском рынке компании уже больше 10 лет, и мы тоже стараемся привнести что-то новое. Сейчас обширно работаем на формате дискаунтер. Но к нашему глубочайшему сожалению, пока мы не реализовали тот концепт, который действительно могли бы гордиться и говорить. Вот в России есть магазин, в котором действительно правильно работает хлебопекарная полка. Как сказала Наталья, у нас с ней была совместная поездка, экспедиция. Мы ездили по некоторым магазинам и рассматривали вообще хлебную полку, как ее можно расширить, что добавить и продавать. Не как просто хлеб относиться именно к этому продукту, не как просто хлебу, а как к какому-то готовому, к тому же бутерброду. Соответственно, нам для этого нужно будет кое-что создать. Сначала я бы хотел, о чем я буду говорить вам, рассказать, и все-таки вернуться к европейскому опыту. Почему? Потому что есть все-таки сеть, это, как я говорил, наш клиент, компания Lidl, которая с 2010 года действительно очень сильно углубилась в концепцию хлебопекарной полки и начала с годом от год реализовывать этот проект. Я буквально быстро в ихнюю историю, как все развивалось, с чего все начиналось. Вообще, начало выпечки в Европе, она, конечно, в давнишних годах началась. С 2000-х годов сеть Lidl начала выпекать в своих магазинах, но было что-то, знаете, похожее в принципе на российский рынок, который выпекает много лет, но по факту как бы хлебная полка непонятная, она особо не приносит никакого дохода и к ней, скажем, относятся так второстепенно. В этом плане в компании Lidl в 2010 году начинают открывать отдельную директорию, которая будет заниматься непосредственным развитием хлебной полки. Там они ставят непосредственно заместителя директора сети, который будет заниматься выпечкой внутри сети. Соответственно, они начинают открывать, меняют полки, смотрят различные концепты, которые могут принести прибыль, вызвать успех, восторжение какое-то у наших покупателей. В 2011 году они ставят два небольших концепта. Полки выглядят в таком формате. Это, конечно, уже идет полное самообслуживание. Примерно, как у нас в среднем идет по стране, сейчас 40 СКЮ, примерный товарооборот в РТО у них идет 3-4%, но они начинают развивать его дальше. И уже в 2015-2016 году они понимают, что прежде всего им нужно изменить подачу, подачу самого хлеба. Как мы его презентуем непосредственно клиенту. Соответственно, нужно поменять полки прежде всего и расширить ассортимент. У нас первая важная проблема, которая существует на российском рынке. Мы всегда начинаем экономить не на том, чем нужно. Первое – это презентация продукта. Мы, вроде бы, закупаем очень хорошее, дорогое оборудование. Мы начинаем выпекать замороженный полуфабрикат действительно неплохого качества. Но мы выкладываем их на просто отвратительные дешевые витрины, которые априори своим видом уже портят впечатление у вашего покупателя. Компания Lidl пошла другим путем. Они действительно очень сильно, скажем по-русски, заморочились над этим и рассмотрели вопрос витрин с другой стороны. Если рассматривать, как Lidl выглядит сейчас, то сейчас это уже полноценный большой хлебопекарный отдел, который работает только на заморозке. Там нет никакого полного цикла производства. Сказать сейчас, у них порядка 80 СКЮ и доля выпечки в РТО доходит до 8%. Что отдел с 2010 года добился, поменяв полки, поменяв подход, добавив дополнительные опции? Соответственно, как я говорил, ассортимент увеличился до 90 СКЮ. Увеличение количества выпекаемых ЭБИ с 2000 штучек до 7000 штучек. Увеличение доли выпечки в РТО магазина. Ну и очень важный показатель – увеличение проникновения в чек. Каждый второй чек Lidl имеет собственную выпечку. Как обстоят дела в России? Честно говоря, это боль, но без этого мы никак не можем. Сейчас практически каждый магазин в России имеет ту или иную выпечку. Какого-то формата, неважно, но все пекут. Потому что это тренд, это действительно привлекает покупателей, и все за этим гонятся. Но как не рассмотреть наши федеральные любимые сети? Магнит и пятерочка. Пожалуйста, найдите 10 отличий в этих фотографиях. Практически все одно и то же. Света практически никакого. Полки непонятного формата. Ассортимент, он в принципе дублируется. Здесь это наша боль, про которую все-таки иногда нужно говорить. Мы в обоих проектах являемся поставщиками печей. И мы стараемся развить этот концепт. Мы действительно пытаемся донести, что нужно сделать. Но у нас есть такое понятие капекс. И этот капекс, он чаще всего начинает срезать расходы именно непосредственно на презентации самого продукта. Потому что полки, которые могут продавать ваш хлеб, стоят в несколько раз дороже. Помимо этого, проект начинает экономить на самых простых вещах. Дискаунтер, как вы все знаете, мы все экономим прежде всего на людском ресурсе. Что делают большие сети? Они начинают ставить одинарные печи. Что кардинально меняет всю концепцию самого производства. Вот мы сейчас с вами смотрели про Lidl. В Lidl при 2000 штук выпечки стояло две двойные печи. Для чего это нужно? Когда у нас идут пиковые спросы, это утро, днем, вечером. Эти печи работают в полную загрузку. И при этом за час они могут наполнить вам порядка 50-60 СКЮ ассортимента, сделать полные полки. И персонал, который занимается, он за час напек, загрузил полки и ушел заниматься другими проектами. Мы не берем дополнительно пекаря. Здесь оптимизация в России идет по-другому. Мы сделаем печку поменьше, возьмем дополнительного пекаря, будем платить ему зарплату. Но это же у нас на капексе никак не сказывается. Поэтому мы спокойно можем тратить эти деньги. Но при том, что одноярусная печь будет у вас заполнять полку 3 или 4 часа, об этом никто не думает. И это действительно пекарь, который будет заниматься только выпечкой. Очень несбалансированный ассортимент. У сетей сейчас действительно несбалансированный ассортимент. Почему-то мы думаем, что наш покупатель ждет только дешевую продукцию. Нужно расширять. Мы продаем в основном мелкоштучку. Очень много сейчас представленных хлебов. Почему теория бутерброда? Идут не за мелкоштучкой, идут за хлебом. И если вы действительно начинаете расширять хлебную полку, вы должны прежде всего добавить хлеб. И хлеб не только дешевый. Хлеб нужно и среднего класса, который стоит немного подороже. Но не все так печально. Все-таки есть сети поменьше, региональные, которые стараются перенять европейский опыт. Конечно, пока он, скажем, далеко не дотягивает, но я думаю, все впереди. Если браться из наших клиентов, то это сеть дискаунтеров, которые берут в принципе свой формат. Они смотрят на Альди. У них довольно-таки хорошая хлебная полка, довольно-таки приличные, скажем так, витрины. Но если посмотреть, это витрины формата Lidl 10 лет назад. Далеко не новый формат, который продает намного лучше. Но уже даже при этом формате продажи во фреш-маркете намного выше, чем у любого другого дискаунтера, в том числе федерального. В среднем магазин продает от 2000 изделий в день. При этом каждый магазин имеет две двухъярусные печи. Другая фотография – это новый игрок, компания Smart. Кто знает, это жесткий дискаунтер, который начал ставить выпечку у себя в магазине. Сейчас это фотографии еще начального этапа. Они довольно-таки расширяются. Сейчас уже три диспенсера. Уже порядка 40 из каю у них. И довольно-таки хорошо расширяется именно хлебная полка. В чем секрет удачного отдела выпечки? Перечислим основные отделы. Место расположения. Но здесь, в принципе, критиковать я не могу. Все уже давно поняли, что выпечку располагать в конце магазина бессмысленно. И все начали располагать правильно ее при входе в магазин. Подор профессионального оборудования, исходя из количества и ассортимента. Соответственно, если у нас ассортимент порядка 40 из каю, как в среднем идет у федералов и у основных, мы говорим только про заморозку. То, как я сказал, чтобы наполнить хлебопекарную полку к 8 утра, а в 8 утра у нас начинается основной поток, нам потребуется с пятиуровневой печкой порядка трех часов, чтобы у вас были действительно полные полки. Если это будет хотя бы двойная печь, то у вас в два раза уменьшается срок наполнения полки. Это полтора часа. И в любом случае старайтесь, чтобы ваш персонал был не просто пекарем, а он действительно занимался всей работой по магазинам. Создание сбалансированного ассортимента, про который я вам рассказывал. Что здесь действительно нужно добавлять и более интересные и дорогие позиции. Нужно расширять хлебный ассортимент. Что-то пошло не так. Нужно расширять хлебный ассортимент. Делать какие-то дополнительные услуги. Вот про то, что мы говорили. Что такое дополнительные услуги? Если мы расширяем хлебную полку именно непосредственно хлебом, то встает вопрос. Мы этот хлеб делаем. Это продукт самого магазина считается. Ни какого-то там, допустим, хлебзавода. Почему мы его продаем ненарезанным? Нарезанным в основном никто не продает. А хотя посмотреть хлебную полку индустриальную, то там все батоны, все что можно, они все уже давно идут в нарезки. Народ уже, честно говоря, резать не хочет. При этом они хотят получать качественный продукт. А мы хотим расширять непосредственно РТО. А мы хотим расширять эффективность нашей полки. Нужно поставить хлеборезку. Но хлеборезка же, хлеборезки тоже рознь. Что мы опять видим? Ну же давай я закончу без этого. Что мы опять видим непосредственно в магазине? Мы начинаем ставить дешевые хлеборезки. Я не говорю про индивидуум. Я говорю в общем. Берется просто однопилочная хлеборезка, которая может вам нарезать одного размера, но при этом только остывший хлеб. Потому что если хлеб будет теплым, то она вам его обязательно замнет. А позиционирование вашего отдела выпечки, что у вас непосредственно идет продажа теплого хлеба, свежего, за которым к вам приходят. Соответственно здесь мы экономить тоже не можем, как и на полке. Но если рассмотреть второй факт. Когда хлеборезка пилочная, у нее один размер. Но есть хлеба более воздушный, из пшеничной муки, а есть хлеба бородинский тот же, ну допустим какой-то заварной. Вот вы попробуете отрезать заварной хлеб с ярким вкусом на 12 сантиметров. Чтобы вы сверху на него не положили, вкус хлеба вы не перебьете. И соответственно с баланса вкуса, когда вы будете есть, этого не будет. Как из этого выходит Европа? Они, во-первых, ставят хлеборезки для самообслуживания, но это уже тоже не новое. И обязательно с регулируемым размером. Потому что ваш покупатель обязательно должен взять хлеб, он должен его в магазине нарезать, чтобы не крошить дома, не создавать себе неудобства. И он должен нарезать именно той толщины, которая сбалансирует его бутерброд. Поэтому мой призыв к вам такой. Давайте все-таки дадим нашему покупателю есть самый вкусный бутерброд в России. Это да, и это важно. Отдельный момент, что я могу вам сказать, что действительно я в последнее время покупаю в основном нарезанный хлеб. Я купила гриль, который, если там разные кусочки сама порежешь, он просто невкусно пропекает. И знаете, развитие технологической вашей категории – это важно. Но отдельный момент, что мы можем еще докручивать. То есть понятно, что хлеборез – это важно. Но важно научить людей пользоваться данными приборами правильно. И вот основная проблема, где здесь уже включается у нас внедрение этой истории на покупателей. Сколько времени потребовалось для того, чтобы для людей стало нормальным косым самообслуживанием использовать? Ну, года 3-4. Последние 3-4 года это уже стало нормой. Ну, для меня привычно в каких-то крупных магазинах в Москве мы хлеборезки встречаем. Но честно, я практически ими не пользуюсь. Во-первых, с тем, что нужно все-таки это образование сделать. Во-вторых, не возникает явного пожелания. Ну, там одинаково нарезают. Какая разница, да? И тем более, что все-таки именно в этих крупных магазинах есть нарезанный хлеб. Поэтому, если мы говорим про такое оборудование, вы помогаете внедрять его с точки зрения того, чтобы действительно покупателю было удобно этим пользоваться? Наша миссия, мы вообще стараемся с магазинами создать концепт. Концепт, непосредственно который будет работать у вас. Мы предлагаем наши идеи и адаптируем в вашем магазине, чтобы было оптимально. Мы предлагаем свои услуги по расчету оборудования. Сколько печей, какие вам лучше поставить. Соответственно, предлагаем определенные витрины. Допустим, подсказываем, какие они должны быть, хотя мы витрины не продвигаем. Участвуем в планограмме, если наш клиент это позволяет. Ну и какие-то дополнительные опции, соответственно, как расположить ту же хлеборезку, как по ходу. Какие плакаты сделать, чтобы покупателям было это видно, они привлекали их внимание, и ваши покупатели этим пользовались. Спасибо большое. Дебют у Евгения состоялся на нашей сцене. Я думаю, что нужно как минимум показать контакты. Назад шаг, шаг назад. И еще у нас с Евгением получился некоторый тоже первый дебют, когда мы ездили вместе в город Грозный. И там, прогуливаясь по магазину «Караван Баши», как раз взгляд поставщика постарались показать глазами Евгения. Соответственно, мы посмотрели и хлебную полку, и именно уже глазами поставщика. Так, Евгений, спасибо большое, и тогда аплодисментами я его провожаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...